Джинни, Джинни, появись! Повезло тебе, подруга, здесь я уже. Что угодно, Ваша Светлость. Первое. Хочу, чтобы на Лысой горе рядом с королевством скорее появился центр шепот-терапии и лола-развлечений. Ну, это не проблема. Будет исполнено, моя госпожа. Не терпится увидеть результат. Ну, я побежала смотреть. Подождите, Ваша Светлость. Не торопитесь. Могу что-нибудь лично для Вас исполнить. Загадывайте еще любые два желания. Я себе все могу позволить и сама купить абсолютно все, что только захочу. И это чистая правда. Высокоуважаемая Дима была настолько богата, что никогда не знала, сколько у нее монеток. У вас, госпожа, похоже, монеток столько, что курам не переклевать. Нет, ты меня не так поняла. Просто я мало чего хочу. Уважаемая госпожа, я должна что-то исполнить лично для Вашей Светлости. Ну, если так, то можно мне новые стильные кроссовки. Какие кроссовки? Вы же еще коньки с прошлого раза не износили. Ты хочешь со мной поругаться и обратно отправиться в кувшин на тысячу лет? Нет, не хочу, Ваша Светлость. Ну и все. Тогда не надо со мной разговаривать. А просто исполняй мои желания. Слушаюсь и повинуюсь. Будет исполнена Ваша Светлость. И третье последнее желание. Хочу, чтобы я всегда всех могла удивлять своими поступками и желаниями. Я же настоящая дива. О, мой Раф! Скучно мне! Позади меня вечность! И впереди меня вечность! Джина! Джина! Ну, покажись мне на секундочку. Что угодно, моя госпожа. Хоть бы какой-нибудь клиент позвонил. Уж я бы его точно пристроила отдохнуть и погреться на солнышке в один из моих дорогостоящих отелей. О, великая и прекраснейшая из всех мудрейших! А заодно, чтобы ему легче жилось, вытряхнула бы из его глубоких карманчиков все золотые монетки. Но я не могу выполнить Ваши пожелания, Ваше Величество. Это еще почему? И по какому праву ты смеешь мне, почти царицей египетской, отказывать? Прошу прощения, но в прошлом сезоне моя госпожа уже перевыполнила свой план исполнения пожеланий. Вечно ей все надо, надо и надо. Ну, и пошла прочь в свою лампу. Я и без твоего волшебства отлично справлюсь. Сама еще у меня попросишь глоток свежего воздуха. Хай! Бонжур! Здравствуйте! Вы Египет продаете? Да, конечно продаем. Тогда скажите, пожалуйста, а какие курорты у Вас есть? Шарм-эль-Шейх, Хургада, Таба, Нувейба... Ого! Стоп, стоп! Нувейба? Точно! Нувейба подходит. Когда Вы собираетесь приехать в Нувейбу? А нет, 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 благодарим. Мы тут кроссфорд разгадываем. Спасибо Вам. Нувейба подходит. О-мой-ра! Опять разыграли? Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ли на свете всех милее, и хрумяней, и белее? Привет, куколка! Чем занимаешься? Слышу, сходишь с ума тут от одиночества. Ой, подруга, как вовремя ты пришла ко мне. А со мной случилось такое... Что? Говори, не тяни. Я собираюсь на свидание с самим Пикником. Круто! А ты его сама пригласила? Ты что? Конечно, он сам меня пригласил встретиться. И теперь мне надо срочно собираться. Первое, мне надо вымыть и уложить волосы. У-у-у-у! Второе, выщипать и нарисовать новые брови. У-у-у! Так, принять ванную, полежать с маской, хотя бы 20-30 минут. У-у-у! Нанести свежий макияж на лицо. У-у-у! Аааа, делать гламурный маникюр. Еще и цвет лака надо подобрать к платью. К цвету помады. У-у-у! Подобрать модную бижутерию. У-у-у! Нужно продумать наряд. Все скомплектовать сумкой, туфлями. И все, все должно совпадать. По ситуации, цвету, стилю, настроению и погоде. У-у-у-у! Ужас! Ужас! А мне нечего надеть. У меня нет нового выходного платья. Как так нет? Ты же только вчера купила новое платье. Да, я купила его. Но только чтобы купить его, а не носить. Жесть! Стопэ! А еще надо настроиться на правильную волну и быть в хорошем настроении. О, ужас! А битник пишет, давай встретимся через полчаса. Обалдел, что ли? Ха-ха-ха! Как хорошо, что никто не знает о могуществе. Этого волшебного места. Кукушечка, кукушечка, сколько лет я еще проживу? А сама-то долго собираешься еще прожить? Ну, наконец-то, хоть кого-то я встретила в этом дремучем лесу. Хоть кого-то? В дремучем лесу? Надо же! Рог на голове! Вроде грибов по дороге я не ела. Да я главная хранительница этого леса. Какие леди и без охраны. И младшая сестра матушки самой природы. О, как тут все запущено! А ты сама-то кучерявая. Кто? И как здесь оказалось? Да, я с родителями ехала на один телевизионный кастинг. Ехала, ехала и приехала. Потом вышла из машины размяться. Ну, и похоже, заблудилась. Как не заблудиться без моба в дремучем лесу? Здесь же только солнечная поляна с одной березой. А не глянцевая сцена без единого сучка в паркете. Мое имя Пинк. Я из творческой семьи. Бабушка придумывает героев мультфильмов. Дедушка сочиняет музыку. Мама пишет сценарии для мультфильмов. Папа снимает и монтирует снятый материал для мультиков. А ты что же делаешь в такой трудолюбивой творческой семье? А у меня самое важное занятие. Смотреть эти мультики и критиковать. Да, бедненькая. Тяжелая у тебя жизнь. Скажи, а как у тебя рог вырос на голове? Это мой секрет. Но тебе белоголовый. Похоже, можно раскрыть его. Похоже, мы с тобой нашли общий язык. Видится мне, что природа щедро обделила тебя во всем. Не поняла? Слушай, все равно не воспользуешься. Я каждый день втираю в свою голову эликсир жизни лошадиную силу. А, видела я под ТВ ящику одного дядю, который тоже втирает какую-то мазь. И называет ее лошадиной силой. Но рогов у него я не заметила. Значит, не лошадиную силу втирает. Или дядя какой-то ненастоящий. Или неправильный. Думаю, дядя всем мозги втирает, а не лошадиную мазь. Мозги втирает? Интересный случай. А у тебя, рогатенькая, похоже, слишком завышена самооценка эликсира лошадиной силы. Ты так говоришь, как будто это я виновата, что я лучше тебя. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и пишите комментарий, какого героя вы хотели бы увидеть в следующем видео. Еще более 20 серий ожидают вас в скором времени. Поэтому, если вы ждете продолжения и не хотите пропускать новинки моего канала, то обязательно подписывайтесь на него. Также активируйте колокольчик и переходите на другие видео и рубрики моего канала. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока. Пока-пока.